39 признак. Вздутие нового месяца на небе. Абу Хурейр рассказывал, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, одним из проявлений ускорения времени будет вздутие нового месяца, так что люди будут принимать однодневную луну за двухдневную. Тем не менее, этот хадис усиливается следующим хадисом Анаса. Который рассказывал, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, одним из признаков судного часа является то, что люди будут принимать однодневную луну за двухдневную. 40 признак. Учащение внезапных смертей. Анас Ибн Малик рассказывал, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Одним из признаков судного часа является то, что участятся внезапные смерти. Как часто сегодня мы слышим, что люди внезапно умирают от остановки сердца. Разве это не заставляет нас задуматься над смыслом прожитой нами жизни? Разве это не напоминает нам о смерти, которая может подстерегать нас на каждом углу? Разве это не подталкивает нас к истинному покаянию и праведным деяниям? 41 признак. Люди перестанут знакомиться с окружающими. Хузаифа рассказывал, что посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует спросили о судном часе. Он сказал, воистину это известно только моему Господу. Никто кроме него не способен открыть время его наступления. Но я сообщу вам о его признаках, о том, что произойдет незадолго до его наступления. Воистину перед его наступлением будет смута и хардж. Люди спросили, о посланник Аллаха, мы знаем, что такое смута, но что такое хардж? Он сказал, на языке эфиопов это означает убийство. Кроме того, люди не будут знакомиться друг с другом и с трудом будут узнавать кого-нибудь в толпе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова